Любительские футбольные клубы Чувашия продолжают игры отборочного этапа чемпионата и первенства республики. С раскладом турнирной таблицы наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Право играть в финальной части чемпионата республики по футболу еще надо заслужить. И такой шанс профильная федерация Чувашия любительским клубам дает. Уже второй год дружины мастеров кожаного мяча шестерку финалистов чемпионата определяют по итогам отборочного этапа. Ныне 21 команда поделены на две группы. А условно городская, хотя в числе тех кто заявлен не тринкосинская воля и шлейская звезда всего 11 команд. В группе Б сельская заявлены дружины Канаша, Козловки, сборная Шумерли Порецкого района. К экватору отборочного этапа в группе А по потерянным очкам лидируют дружины Республиканской школы футбола и столичная Волга ТАВ. В группе Б первую половину удачно прошли Канаш. Впрочем, на пятки им наступают шумерлинцы и паричане, которым вполне по силам и обойти лидера. Праздничные дни они проведут на домашнем поле игру против аутсайдеров группы Козловского торпеда. Впрочем, к середине отборочного этапа все команды уже наиграли составы, так что борьба за первую тройку в группах, которая дает право участия в финальной части чемпионата Республики, только обостряется. Что и доказал матч между Новочебоксарской спортшколой 1 и столичным спартаком Ядрин Молоко. Молодость, а средний возраст подопечных Сергея Кирсанова едва перевалил в 17 лет с дебюта. Хоть и взяла игровую инициативу в свои руки, но первым счет открыли хозяева. Новочебоксарцам удалось во второй половине восстановить паритет, но все же опыт молочных гладиаторов, второй год играющих в кубке МФС при Волже, принес им победный результат 2-1. Реально все воспитатели в школу играют. 5-6 год. В принципе, все правильно сказали. Не хватает немного, просто пока опыта. Вот в эти турниры набирается опыт. И к кубку готовимся, и к чемпионату готовимся. У нас два, можно сказать, два чемпионата, да. Так что у нас нет прожития ЦИЗО, я могу сказать так. В дни празднования Дня Республики пройдут матчи седьмого тура. О времени и месте можно узнать на сайте Республиканской Федерации Футбола. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.